Привет, друзья! Сегодня я предлагаю вместе со мной пораскрашивать иллюстрацию из раскраски Джоанны Бесфорд «Затерянный океан». Вторая часть этого разворота у меня уже готова. Если вы не видели прошлое видео, то я делала в ней фон. Обязательно посмотрите. Эту страницу я буду делать в таких же цветах. Я взяла голубой, розовый, фиолетовый и темно-синий. Я использую линеры от Эрих Крауза. Очень яркие и удобные линеры. Цвета такие сочные, не полосят, очень ровно ложатся. Вообще я люблю использовать очень много цветов. Люблю, когда в работе присутствует большое количество различных цветов. Но в то же время я пришла к выводу, что такие простые иллюстрации лучше выглядят, когда использовано два-три цвета. Или какие-то похожие цвета, как синий и голубой. Вот, в принципе, картинка справа. Мне нравится, как получилось. Так что вот эту картинку делаю в таком же стиле. Там, где линии, я обвожу темными цветами. А там, где нужно раскрасить площадь побольше, использую светлые цвета. И получается довольно красиво. Мне нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Итак, основная часть рисунка готова. теперь будем делать фон я человек очень экономный и когда ломаются карандаши допустим когда их точишь очень часто такое бывает то остаются кусочки грифеля выкидывать их жалко скажу честно поэтому я придумала делать с помощью них фон для этого их нужно раскрошить раздавить я прямо беру ручку для этих целей и ручкой вот так на отдельном кусочке бумаги измельчаю гриф или в порошок процесс не сложный у меня тут цвета те которые остались от карандашей поломанных соответственно я не выбирала тут розовый коричневый и светло оранжевый посмотрим какой фон из этого получится ну вот наш волшебный порошок готов я смешала все цвета и прямо пальцем втираю этот порошок в бумагу получается такой нежный розоватый фон но в принципе очень просто незамысловато я думаю каждого из вас остаются такие гриф или от поломанных карандашей не знаю если вы конечно их выкидываете и предпочитаете не хранить но мне вот жалко выкидывать так что я использую их получается как фон пастелью но только пастель мне не нравится тем что она пачкает то есть когда уже его ее нанесли потом ее приходится либо сгреблять лаком либо если ничего не делать то она со временем осыпается и пачкает другую страницу нужно что-то подкладывать в этом плане конечно карандаши намного проще и удобнее ну вот наш фон готов сейчас покажу на фото как это выглядит легкий бледный ненавязчивый фон получился типа абстракции что-то такое напишите пожалуйста в комментариях какая из страниц левая или правая понравилась вам больше а я прощаюсь с вами до скорой встречи пока